Всем привет, с вами Румян, и сегодня я решил поиграть в такую игрушку, как Splendor Cell Blacklist вышла в 13-м году в августе. Игрушка оказалась очень интересной, с первых секунд меня захватила, так как это Stealth Action, а я Stealth Adracher. Сюжет игры начинается с того, что главный герой предыдущих частей, Сэм Фишер, вместе со своим напарником, патрулируют местность на вертолёте. Как вдруг взрыв! Они летят туда, они вырезаются и начинаются... И им приходится вырываться оттуда с боем. Как оказалось, это один из множества терактов, названным чёрным списком, за которые ответственность взяла группировка, называющая себя Инженеры. Вследствие чего, госпожа Президент даёт указ создать четвёртый эшелон, в который будут входить многие персонажи уже знакомые, так и новые, как, например, Хакер Чарли и... *** Исаак Брикс. А можно говорить ***? Это ведь не политкорректно. В общем, с первых же секунд нам дают почувствовать фишки от Юбисофт. Для начала давайте разберёмся с системой. А она тут довольно простая. Вы прячетесь за укрытиями, враг подходит к ним, вы их вырубаете. Но не всё тут так просто. Вы можете нападать на врагов сзади, пока они ходят. Вы можете нападать на врагов в открытую. В общем, тут сделано всё для любителей и экшена, и стелса. Хотите? Устраняйте врагов тихим способом, не убивайте или же вообще обходите. Хотите? Лазайте по всяким там закоулкам и ищите скрытные пути, а также флешки и ноутбуки для получения дополнительных денег. Хотите? Убивайте врагов скрытно. Хотите? Не убивайте врагов скрытно. Хотите? Вступайте в открытый бой. В общем, тут отличная смесь экшена и стелса. Также радует система мгновенного устранения. Вы можете повесить трёх чуваков и устранить их одновременно, нажав Ctrl. Никуда не делись и очки Сэма Фишера, которые позволяют видеть ему в темноте и разглядывать предметы. В общем, после первого теракта Сэм Фишер берёт на себя руководство четвёртым эшелоном и начинает там всем заправлять. Мы направляемся на первую миссию и тут же нас встречается Андрей Кобин, персонаж из Конвикшена. Делать нечего, придётся выручать придурка, ведь у него есть важная информация. Спасибо, спасибо! Кто вас послал? Сэру? Откуда ты, мать твою, взялся? Если это насчёт той истории... Заткнись! Нет, 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 не надо! Нет, нет! В дальнейшем в игре вы сможете получать всякие гаджеты и девайсы, такие как липучка, граната, светошумовая граната, дымовая граната и прочие гранаты, и липучки, и камеры, и трикоптеры, и дофига больше прочих ненужных гаджетов, которые вы всё равно не будете использовать, ведь тут можно вступать в открытый бой. Так, например, камера-липучка позволяет отмечать врагов и глядеть, куда они идут, а также, когда они подходят близко, пускать усыпляющий газ и усыплять их. Так, например, как дымовая граната позволит вам скрыться с помощью дыма и нейтрализовать врагов. Из оружия у нашего главного героя есть пистолеты, шокер и автомат. И также вы можете подбирать оружие на поле боя, а также устранённых вами врагов, по приколу, вы можете прятать в мусорные баки. Также вы можете перекрашивать все свои виды одежды, но начинать придётся, правда, с трусов и заканчивать шлемом. Также цветочков можно поменять, но это не так важно. После каждой миссии вы можете позвонить дочери. Привет, вы позвонили Саре Фишеру, оставьте сообщение после сигнала и я перезвоню. Спасибо. Но это тоже не так важно. И также тут есть всякие дополнительные задания. Например, вы можете брать задания у Чарли и играть в такой своеобразный тир, отстреливая всяких негодеев. Вы можете кооперировать с Бриксом и устранять туевую кучу врагов в скрытном режиме. Также вы можете убивать конкурентов Андрея Кобина, которых он вам с радостью будет сливать. И также в игре будут присутствовать всяческие разнообразные баги. А перед переходом на миссию будет звучать очень многообещающий музон. Сами послушайте. Если честно, тут больше подошло бы вот это. В общем, игру я неплохой. Считаю достаточно неплохой. Ставлю ей 6.8 из 10. Так как в ней все равно есть недочеты. Но! Эта игра довольно хорошее впечатление на меня произвела. Она могла быть, конечно, лучше, но! На фоне конвикшена смотрится практически идеально. Если бы не баги. В общем, с вами был Румян. Обзор на Спринцессер Блэклист. Он получился у меня немножко в неформате, в котором я обычно работаю. И еще кое-что! Посмотрите, как я стильно наеду. Пока!